Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В Карачаево-Черкесии открылся первый в регионе кардиологический диспансер. Более 100 тысяч книг и пособий на языках народов региона изданы в республике. Житель Карачаева-Черкесии выиграл грант на форуме Евразия Глобал. И боксер из Черкесии стал чемпионом школьной спартакиады в Беларуси. Далее подробно. Члены правительства республики утвердили перечень продукции, производимой для обеспечения импортозамещения на территории Карачаева-Черкесии. Производители могут оформить в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для выращивания продукции из этого перечня. В частности, в него вошли производители зерновых культур, кроме риса, зернобобовых, семян масличных культур, а также те, кто занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов. На базе Республиканская клиническая больница открылся первый в регионе кардиологический диспансер. Его сотрудники будут оказывать консультативную, диагностическую и лечебную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь можно пройти УЗИ сердца и сосудов, мониторирование ЭКГ и артериального давления, а также программацию и коррекцию функций имплантированных электрокардиостимуляторов. Диспансер будет внедрять в клиническую практику современные методы обследования. На базе диспансера также создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками для наблюдения и коррекции лечения. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. Исходная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушений по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше Министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28328. Годовая инфляция в Карачаево-Чикезии в мае не изменилась и составила около 18%. Это выше уровня в целом по стране, но ниже, чем в Северокавказском федеральном округе. Такие данные приводят аналитики Банка России с учетом статистики Росстата. Управляющий отделением Банка России по Карачаево-Чикезии Дмитрий Мещеряков рассказал о факторах, повлиявших на уровень инфляции в нашей республике. Укрепление рубля стало одним из главных факторов, который положительно повлиял на уровень инфляции. Так, например, уменьшились издержки производителей на ингредиенты и упаковку, в итоге замедлился рост цен на кондитерские изделия. Также сказались скидочные акции на бытовую электронику. Цены на отдельные группы товаров, наоборот, ускоряли инфляцию в республике. Вылечились годовые темпы прироста цен на натуральный кофе, сказалось сокращение урожая в основных странах-поставщиках. Также из-за постепенного снижения запасов импортной продукции ускорился рост цен на парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства. Что касается услуг в мае в Карачаево-Черкесии, то темп прироста цен на них снизился и составил 6,98%. На это повлияло снижение банками процентных ставок по потребительским кредитам, что произошло вслед за общим снижением ставок благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,7% и вернется к 4% в 2024 году. Сельхозтоваропроизводители Карачаево-Черкесии завершили пассивную кампанию. Яровые культуры занимают 86,5 тысяч гектаров, что почти на 4% больше, чем в прошлом году. В этом году кукуруза на зерно занимает более 52 тысяч гектаров, подсолнечник более 11 тысяч, яровой ячмень порядка 4,5 тысяч, и сахарная свекла около 5 тысяч гектаров. Сейчас аграрии республики заняты внесением минеральных удобрений по дозимой культуре. Они засеяны на площади 25 тысяч гектаров. 17 290 жителей Прикубанского района привились от новой коронавирусной инфекции, что составляет 100% от плана по иммунизации. Сейчас в этом муниципальном образовании работают 8 мобильных пунктов вакцинации. Выполнен и план по вакцинации лиц старше 60 лет. Напомним, что план по вакцинации от COVID-19 выполнен уже в большинстве районов республики. Это Адыгихабльский, Хабецкий, Ногайский, Зеленчукский и Абазинский муниципальные образования. Как мы уже сообщали, в 19 школах республики в рамках проекта модернизации систем общего образования будут созданы современные центры детских инициатив. Данная федеральная программа предусматривает капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций. Ключевая идея построения открытой образовательной среды как целостной системы, способствующей развитию школы и успешной социализации ученика посредством его самоопределения в современном информационном обществе. Тему продолжит заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Из Карачаева, Черкесия у нас двое детей, двое школьников были победителями всероссийского конкурса «Классное пространство». И тот дизайн-проект, который прошел в финал одной из наших участниц, мы, все наше министерство видит его, как будто бы его взяли за основу проектирования центров рекомендательных методических указаний по центрам детских инициатив, вообще как бы протранслировали на всю Россию. Ну, то есть вот настолько девочка поняла и ее идеи совпали с тем, что рекомендует видный дизайнер. В республиканской столице продолжается благоустройство Центрального парка, главной достопримечательностью которого станет современный светомузыкальный фонтан. Вокруг него расположатся перголы со светодиодной подсветкой, будут обновлены фонари, лавочки и урны. Территория также будет озеленена. Благоустройство ведется в ускоренном режиме. В селе Терезе Малакарачаевского района появится новое место отдыха. В самом центре населенного пункта возле местного дома культуры в эти дни вовсю кипит работа. Ранее ничем не примечательное место преобразуется совсем скоро. Здесь появится благоустроенная зона с пешеходными дорожками, лавочками, уличным освещением и детским городком. Информацию комментирует глава сельского поселения Мурат Байрамкулов. Территорий не очень-то много, чтобы в центре поселения, чтобы с коммуникациями. У нас таких территорий мало. Во-вторых, эта территория позволяет нам более широко представить детскую площадку, спортивную площадку. Здесь территория позволяет, поэтому мы остановились на этом участке. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило незаконное оформление ветеринарных свидетельств на животных без документов. О факте нарушения стало известно благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий». Комментирует Аюб Каблахов, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило незаконное оформление ветеринарных свидетельств на животных без документов. Установлено, что ветеринарный врач Узживутинской станции по борьбе с болезнями животных оформил 9 ветеринарных свидетельств на 16 племенных спортивных лошадей и 2 зебер ООО «Карачаевское племенное хозяйство». Животами направили спортивные клубы и коннезаводческие хозяйства Московской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарской и Старопольского краёв. Однако при оформлении свидетельств ветеринарный врач не указал входящий ветеринар сопроводительной документкой. Следовательно, не предоставлял возможный установить происхождение животных. Управлением Ростелёхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Житель республики выиграл грант на форуме Евразия Глобал. В общей сложности гранты Росмолодёжи получили 14 проектов. Один из них достался студенту Северокавказской государственной академии Расулу Байрамукову, защитив проект «Экорегион». Проект направлен на повышение уровня экологического просвещения у школьников и студентов путём проведения тренингов, уроков, практических экологических акций и создания экологического клуба «Экорегион» на базе академии. Расул стал четвёртым в списке победителей по величине гранта. Отметим, что форум «Евразия Глобал» собрал в текущем году в Оренбурге 500 российских и иностранных молодёжных лидеров из 63 стран мира и 73 регионов России. Более 100 тысяч книг и пособий на языках народов многонациональной Карачаева-Черкесии изданы в республике. С 2010-го ежегодно учебники издаются для изучения национальных языков, в частности на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках во всех общеобразовательных организациях региона. За это время издано более 74 наименований учебников и учебных пособий общим тиражом 94 640 экземпляров и 57 разновидностей методических пособий общим тиражом 6 220 экземпляров. Кроме того, с 2019 года дополнительно издаются прописи на родных языках для первоклассников. Их общий тираж 22 255 экземпляров. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета создан педагогический отряд, в который вошли около 40 человек. Многие из них уже имеют опыт работы в детских центрах Артек, Орленок и принимали активное участие в работе летних детских лагерей республики. Отряд будет формировать группы студентов, которые смогут работать вожатыми в детских лагерях, что безусловно даст дополнительный опыт тем, кто обучается на педагогических направлениях. 10 представителей молодежи Карачаева-Черкеси могут попасть на окружной форум добровольцев в Адыгеи. Стартовала отборочная кампания на форум добровольцев Южного и Северокавказского федеральных округов, который пройдет с 19 по 22 июля. Мероприятие соберет на своей площадке 300 инициативных, целеустремленных и неравнодушных представителей добровольских волонтерских организаций. Молодежь примет участие в образовательной, культурной и других полезных программах. У них будет возможность обменяться опытом с участниками из разных регионов и получит полезные контакты. Тему продолжит заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Республики Расул Найманов. Чтобы была подана заявка и выполнено домашнее задание. Заявку можно будет заполнить до 28 числа. Собственно, и задание тоже надо будет выполнить до 28 июня. Для того, чтобы это сделать, участникам важно пройти на это мероприятие на добро.ру. Ну и, собственно, зарегистрироваться в качестве тех, кто хочет принять участие. Боксер из Черкеска стал чемпионом школьной спартакиады в Беларуси. В Витебске прошла открытая спартакиада школьников по боксу, которая собрала 127 юных спортсменов из России и Беларуси. Среди них наш земляк, воспитанник клуба «Иней» имени Александра Давыдова Дамир Гумжачев. Он провел три боя и завоевал награду высшей пробы в весовой категории до 66 килограммов. Ну и последняя информация. Лучшие парапланиристы Юга России соберутся в Карачаево-Чикесии на Кубке Северного Кавказа по сверхлегкой авиации, посвященной 100-летнему юбилею Республики. Соревнования пройдут с 23 по 26 июня на дельтадроме Южный. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «Точность приземления». Лучших определят по результатам приземления в 10 метров и зачетный круг за несколько туров. Стартовать парапланиристам предстоит с горного склона с перепадом высот в 90-200 метров. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильные дожди и град. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла. А в горах местами плюс 18-23. А в республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Ритонирова.